Здравствуйте, я Александр Герасименко. Сегодня пятница. Я отвечаю на ваш вопрос. Самый сильный вопрос, такой, какой я не мог проигнорировать, поступил ко мне от молодого человека. Он спрашивает меня, Александр, меня бесят буквально все. Меня бесят водители, меня бесят люди. Как мне дальше жить в таком раздражении? Я отвечу на ваш вопрос. Я расскажу вам сейчас три правила, которые помогут вам преодолеть агрессию к людям. Я расскажу вам историю, которая в свое время изменила всю мою жизнь. И сейчас я не шучу. Итак, первое правило. Меня научил ему один очень хороший друг. Он говорит, сегодня выгоднее получить по башке, чем кому-то дать. И я серьезно. Задумайтесь. Последствия в виде разбитого носа, подбитого глаза, минимальные. Но последствия потери репутации, последствия, когда вас годами будут тягать по судам, огромные. Вы будете просто выключены из жизни на долгие-долгие годы. Помните об этом правиле? Оно гласит, сегодня выгоднее получить по башке, чем кому-то дать. Вспоминается история, где знаменитый русский боксер Костя Цзю, один из сильнейших боксеров, не просто на ринге, а своим отношением к сопернику, давал интервью молодой девушке. Она сидела рядом с ним на кресле возле водителя, он вел машину. И было построено так, что ехал другой рядом журналист. Его задача была сердеческой костью провоцировать. Он подрезал его, он вел себя просто вызывающе на дороге. В итоге он его остановил, прижав его к обочине. Итак, что делает прижатый к обочине чемпион мира по боксу Костя Цзю? Я подчеркиваю, это панчер с обоих рук. Панчер означает, он может ударить человека любой рукой, и другой человек тут же упадет. Костя Цзю открывает свою дверь, выходит. Вдумайте, в соблазн он любой конфликт может решить за долю секунды. Костя Цзю подходит к бесформенному толстяку, который просто орет на него. Настроен очень агрессивно и извиняется перед ним за то, чего он никогда не делал. Как же это мудро. Как часто мы хотим повести себя умно. Наше эго пересиливает. Нужно вести себя не умно, а мудро. И подчас извиниться означает оставить конфликт позади. Не извиниться. Это значит пройти через долгие и долгие последствия этого конфликта. Сейчас расскажу вам историю, которая изменила всю мою жизнь. Она произошла лет 18-20 назад, настолько сильный ее эффект, что до сих пор я ее чувствую. Это было в Днепропетровске. Я сел на поезд. Днепропетровск-Москва. Зима. Было холодно. У меня была лишь бутылка кока-колы. Я зашел в купе. Там была одна женщина. Лишь и я. Поставил бутылку кока-колы на стол. Залез на верхнюю полку с мыслью. Сейчас я слезу и сделаю мой первый желанный глоток. Я так сильно хотел пить, но хотел отдохнуть перед первым глотком. Я буквально смаковал момент, когда я смогу это сделать. Незаметно для себя я уснул. Я проснулся, может быть, минут через 10-15, может, через полчаса. Под звук, как будто младенец сосет грудь у матери. Громкое чавканье, бульканье. Я смотрю вниз и вижу, как эта женщина открыла бутылку и пьет буквально с горла, приложившись к ней. Я был очень злой. Сказать, что был злой, это ничего не сказать, потому что эта бутылка была все, что у меня было, что можно было попить. Было за полночь. Воды больше купить было негде. Это был какой-то бедный поезд. Там не было вагона ресторана. Ой, я ничего тогда не сказал. Это мне больших усилий стоило. Я остался лежать на верхней полке. Я думал, что я уснул. Уснуть я не смог. Я проваливался час-два. Потом пошел, разбудил проводника. Попросил у него воды. Он дал мне кипятка, который невозможно было пить в этом жарком вагоне. Вот он меня проснулся, совершенно уставший. Проснулся опять по звуке, как она пила из моей бутылки. Я спустился вниз. Сел напротив нее за столиком. Смотрел в окно, как мелькает лес. Каким-то образом мы с ней разговорились. Выяснилось, что эта женщина едет из Днепропетровска в Москву к своей дочке, к своим двум внукам. Она едет, чтобы попрощаться с ними. У нее рак четвертой степени. Она сказала мне, я не скажу им, что я умираю. Я хочу видеть их счастливыми. В тот момент я понял, какие же ничтожные были у меня проблемы. Из-за какой-то несчастной бутылки я был готов выместить мою агрессию на такого человека. Вы знаете, что она мне сказала потом, что она подумала, что бутылку оставил мужчина, который ехал до Днепропетровска. Который сошел и ехал в том же купе. С тех пор, в тот вечер, я придумал себе правило. Правило гласит, всегда предполагай самое худшее. Худшее не в плане будущего, а худшее то, что ты никогда не знаешь, что происходит в жизни другого человека. Сегодня, если я выступаю, и часто бывают вещи, когда поднимается молодой человек, он ничего не знает о моей теме, но он спорит со мной. Он спорит и доказывает свою правоту. Я совершенно спокойно его слушаю и отвечаю на его вопросы. Не как будто бы я его понимаю даже, а как будто моя задача помочь ему. Часто мы ведем машину, нас подрезают, любим себя очень агрессивно. Нужно не просто понять этого человека. Нам иногда нужно даже им помочь. Поэтому второе правило будет гласить. Предполагайте самое худшее. Ты никогда не знаешь, что происходит в жизни другого человека, который тебя раздражает. Ну и третье правило. Я дам вам небольшое задание. Прочтите книгу, которая называется «Четыре соглашения». Если у вас нет времени на всю книгу, прочтите лишь второе соглашение с собой. Оно гласит. Никогда не воспринимайте ничего личного на свой счет. Я повторю. Если агрессия и ситуация, когда вас бесят люди, вас серьезно беспокоит, вам помогут три главные правила. Первое правило – полушуточное, полусерьезное. Сегодня выгоднее получить по башке, чем кому-то дать. Второе правило – предполагайте худшее. Вы никогда не знаете, что происходит в жизни другого человека. И третье правило – никогда не воспринимайте все, что происходит с вами на свой личный счет. С вами был я, Александр Герасименко. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok